Фильм закончился, началась история. Я с радостью представляю наших гостей в студии. Историк, писатель Наталья Петрова. Специалист по польской и украинской истории Кирилл Кочегаров. Специалист по русской истории 17 века Игорь Андреев. И киновед Александр Шпанин. Ну что ж, давайте начнем с главного. Исследуя лучшим французским рекомендациям, будем искать женщину. Тем более, что особенно искать нам ее не придется, она явлена уже буквально в первых эпизодах фильма. На пятый день мы ведем Богдана на аркане, как пса, по самому шагу. На пятый? Дай Бог. В ночь одну уничтожил его, хутор изобрал тебя. Сечь в Запорожскую уничтожил пять дней. Если б я не захотела, ты б не взял меня. Итак, кто такая историческая Гелена Чеплинская? Чьей женой она была и какую роль она сыграла в дальнейшей жизненной истории Богдана Хмельницкого? Судя по всему, она сирота, которая воспитывалась в доме Хмельницкого. Известно, что юный Хмельницкий, Юрий, к ней, так сказать, воспылал, ну, не любовью, а любовью воспитанника. Может быть, она была воспитанницей. Судя по всему, и Богдан Хмельницкий оказался неравнодушен. Ну, а дальше повесть ведь известна. Ищите женщину, действительно, получается этот вариант, когда подстароста Чеплинский, значит, отобрал хутор у Богдана, и заодно с хутором он отобрал пани, на которой он женился, и она стала пани Чеплинской. Кто этот высокий рыцарь? Неужели вы не знаете? Это же Чеплинский. Он уничтожил кутор Хмельницкого, убил его сына и уехал жену. Да? Он прекрасен. Да? Вот. Ну, вообще, на самом деле, здесь есть большие такие но. Ну, например, когда, значит, она стала пани Чеплинской, она же была свободна. Богдан-то в это время не был еще вдовцом, в отличие от своего конкурента. И когда Чеплинский, так сказать, сделал ее своей супругой, здесь было все законно. Он, так сказать, отобрал силой-несилой, но Богдана действительно не пережил. И он отправил 150 человек в Чигирину с приказом, чтобы обязательно у этого кровного недруга врага захватили. Ну, и заодно, видимо, надеялся на захват, значит, пани Чеплинской. Парадоксальная связь заключается еще в том, что, ну, насколько это правда, так сказать, один из историков украинцев это пишет, что, будучи, так сказать, еще не вдовой, или непонятно, была ли она вдовой уже погибшего под старостой или убежавшего, тут не совсем понятно. Значит, Богдан Хмельницкий нашел некого, ну, такого лжепатриарха, который обвенчал их, причем обвенчал чуть ли не заочного. Во всяком случае, у Адама Кишелю об этом пишут. Да, да, были, так сказать, все грехи Богдана сняты. Вот такая романтическая история, насколько она правдива, тут можно поспорить. Ну, вот такая известная история. А на самом деле, кончилось все очень печально для нее. А Тимоша, Тимош, он ее, в отличие от Юрия, не взлюбил. Это старший сын Богдана. И он за ней стал следить и уличил ее в измене. Там была ситуация, когда нужно было золото для уплаты казацкому войску, а уже не хватало, Богдану пришлось использовать свои личные запасы. Прислали там бочонки золота в одном недостаче. Тимош, так сказать, якобы выяснил, что это связано с романтической историей. И, в общем, бедная паня закончилась тем, что была повешена. Да, причем вот такая подробность, там говорят, что сам-то Богдан не стал это дело расследовать. Он даже не поехал туда, он, так сказать, не уличал, не обличал, не проводил дознания. Он дал приказание на сцену разобраться и наказать. Меня интересует вот что. Что в действительности происходило на этих юго-восточных землях Речи Посполитой в первой половине 17 века? И так ли взаправду лютовали пани-поляхи? Смельцы, свитцы, свитцы, сладляхами! Ну, тут ситуация была на самом деле сложная. Конечно, здесь мы видим ее как бы несколько одномерную. Но мне кажется, все-таки главное – это причины восстания Хмельницкого, и их никуда не денешь. Причины эти были вполне реальны. В первую очередь, если мы возьмем казачество, это нежелание польского правящего сословия, шляхты, признать казаков равным сословиям, признать за ними права служилого сословия. Это постоянное вооруженное подавление казацкого недовольства, реестр, который никогда не вмещал всех желающих, и плата казакам выплачивалась совершенно нерегулярно. И, конечно, это с одной стороны. С другой стороны, это широкая колонизация шляхетская, которая развернулась именно во второй половине 17 века и в 16 веке на землях Среднего Поднепровья, на Диком Поле, так называемом, когда магнаты получали огромное имение от короля, державого владения, и распоряжались там фактически как самостоятельные правители. Вот, собственно, вот этот конфликт за хутор с Милицким, мы видим это как один из примеров, когда магнаты округляли свои владения, и мелких владельцев, которые, тем более, не имели документов, просто могли выгнать, отобрать, забрать и так далее. То есть вот эти вот, как бы, тот искрак восстания, то есть вот эти вот реальные противоречия, они действительно существовали. Идите от села в селу, по всей Украине, пусть звучит ваша песня. Прощайте, сливые лицари! Поднимайте народ! Зовите на бой с банами, что крылья росли у всякого, что не хочет хлопок помирать, чтоб забывали замки и дорогу войску нашему освещали в ночи. Я только хочу отметить следующее. Казаки еще были, знаете, чем озлоплены. Вот вторая половина, вернее, первая половина XVII века, это бесконечное использование ресурсов казаков, запорожского войска, в решении тех или иных вопросов, которые стояли перед Речью Посполитой. Они активно участвовали в борьбе с турками. И их привлекали. Вот, собственно, за победу над Турцией, за участие в Турецкой войне, отец Богдана получил тот самый хутор, который у него забрал потом Чаплинский. И потом, в 1620 году, при Ценцере, да, 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 сотник Хмельницкий погибает, вместе, между прочим, и Коронным Гетманом. Вот, отец Богдана Хмельницкого. Отец Михаила. А он, оказывается, в плену, я имею в виду, Богдан. Значит, дальше, казаков использовали в Смоленскую войну. Богдан Хмельницкий от Владислава получил саблю наградное оружие, как бы мы сейчас сказали, за мужество проявленное. И им все время, так сказать, использовали и обещали некую манну великую, как только заканчивалась, но необходимость, нужда. В казаках все заканчивалось обрублением реестра, уменьшением, уменьшением, невыполнением тех или иных взятых обязательств. Это при том, что, в общем, Владислав, когда становится королем после смерти Сигизмунда, он, в общем, пошел на целый ряд послаблений. Ведь Сигизмунд-то был действительно католик, который вот в унии очень жестко проводил на украинских землях. Владислав пошел на послабление, на восстановление структуры православной церкви и так далее. Но все равно это казаков не устраивал. И они были озлоблены очень сильно. Но Богдан не принадлежал к этой группе сильно озлобленных. Несомненно. Он был достаточно успешен и очень долгое время ориентировался на Владислава IV. Надеюсь, вот с помощью его решит целый ряд. Надо было так его крупно обидеть, вот со всей этой историей, с хутором и прочим, чтобы вот такую внутреннюю силу в нем заклакал. Кстати, документально не сохранились данные по поводу переговоров. Но известно, что он же поехал жаловаться Владиславу. Ну да. После того, как у него этот хутор субботал, по-моему, да, отобрали. Он поехал к королю. Он был принят, но документально не засвидетельствованы. И тот сказал, что да, действительно, вот казаки, они так много участвуют, так много помогают, там, со слов, так сказать, мемуариста. Надо бы им больше прав, вот нужно. И я на Сэйме этот вопрос поставлю. Якобы даже этот вопрос на Сэйме ставилось. Только Сэйм не голосовал за то, чтобы число реестровых казаков увеличить. То есть вот это замечательное соотношение Сэйма и короля. Вот оно здесь в данном случае было как раз... Если это действительно история такая, вот если король настолько поддерживал Богдана Хмельницкого, то он апеллировал к королю. И вообще вот его позиция такая, она выражала скорее богатую часть казачества, которая действительно жаждала тех же прав, что и польская шляхта. Ну или, по крайней мере, приближалась к ним. Другая часть казачества, она совершенно другого хотела. Что вы волнуете? Чем недовольны? На Гетмана мы выбирали Хмельницкого, кто слушал нас, людей достойных. А он знает, что вы не хотите с Польшей воевать. Что против союза с Москвой? А? Москва далеко, а Потоцкий близко. Ха! Ха! Тихо! Да у Потоцкого десятки тысяч вооруженных ляхов. Она шесть тысяч, дочень безоружная. С Москвой нам не по дороге. С Потоцким надо мириться. Тихо! С Потоцким надо мириться! Вот эта вот позиция казаков, их использования, она в конце концов должна была рано или поздно привести к мысли, что, собственно, и будет с Богданом Хмельницким, что необходимо собственное самоуправление казачье, чего он, собственно, и будет добиваться. То есть его фигура, она связана с этим, с выбором очень сложным. Во всей сложной политике того времени выбора между Москвой, между турками, с которыми, кстати, с крымским Таханом, там были хорошие отношения. Он же своего сына Тимофея, да, старшего, он там оставил заложникам. И плюс еще Польша. То есть вот в этой сложной очень, так сказать, в этом нагромождении, в этих России еще, да, значит, вот три государства, между которыми приходилось лавировать, то есть казаки, они стремились все-таки обрести какое-то свое самоуправление. Как это было в смутное время. Вот, да, вот это вот необходимая модель для будущего развития. То есть быть той силой, которая могла бы самоуправляться. Ну вот дальше там, так сказать, вся история 17 века, она проходит, мне кажется, по этой линии. То есть вот добиваются они этого самоуправления или не добиваются. Получается это или нет. Католики-поляки называют запорожцев, православных запорожцев, схизматами. И добрый, и бытва, разбойники, схизматы, на колени! Перевисто-вельможным Гетманом, на колени! Что имеется в виду, какая схизма, что они, да, какой смысл в это вкладывают герои фильма? И вообще, насколько чувствителен был в этом социальном, этническом противостоянии религиозный компонент? С одной стороны, наверное, это несколько, некоторое преувеличение. Но с другой стороны, когда в головах людей 17 века еще четко не сложилось представление о своей национальной какой-то особенности, да, о своей обществе именно как нации, то религиозный компонент как раз играл в этом смысле важную очень роль. И идентификация по принципу «свой-чужой» часто, так сказать, осуществлялась по принципу религии. Ведь когда Богдан Хмельницкий апеллировал к Москве, что сейчас очень часто любят украинские историки об этом говорить, он ведь не говорил не о этническом родстве русских и украинцев, он говорил именно о единой православной вере, которая объединяет два народа. И вот это вот противостояние по линии православия-католичества, оно было как бы знаменем и идеологической базой вот этой вот самой борьбы. К этому надо добавить и унию, которая существовала на землях Украины, да, с 1596 года, и когда православие фактически осталось без иерархии, и только в 1621 году она была восстановлена проезжим, восточным патриархом. То есть и все равно эта борьба, она постоянно шла. Наступление униатов на права православных, оно как бы постоянно имело место. Поэтому в этом смысле, конечно, это религиозный компонент, он был очень важен. Кожи руки! Унии не обольщался? Нет. Веры святой не продавал? Не святый отец. Отче наш знаешь? Знаю. А ну? Отче наш ижи... Горилку пьешь? Пью. О, истинно христианская душа! Целуй крест, раб Божий Иван! Кошух, пищи от третьего курения! Следующий! Я только хотела бы заметить по поводу того, что еще национальная идентичность не сложилась, а религиозная, значит, вот... То есть такое ощущение, что вот они какие-то недочеловеки в 17 веке, да, они еще не осознали свою национальность. А идентично старели? В фильме-то как раз это вопрос исторической модернизации. Богдан говорит об украинском народе, об Украине, но именно в середине 17 века они говорили тоже, что они русские, ну, русские, да, только это говорилось. И он был, когда Выговский потом позднее стал, он стал гетманом русским, и универсалы Богдана адресовались к народу русскому. Если бы сейчас это в фильме точно воспроизвести, то у зрителей уже 20 века возникло бы непонимание. Да, конечно. Поэтому там как раз Украина, Украинский, это вот как бы показывает, Ну, знаете, еще в начале 20 века в России в анкетах не спрашивали какое-то национальность, а спрашивали какого-то вероисповедания. Поэтому я не думаю, что 17 век он еще как бы не созрел до этого. Вот принадлежность религиозная была важнее. И здесь это вот как раз в фильме такой момент показан. Смотрите, рубайте панов ляхов до самого пупа. И за это получите непременно царствие небесное. А если будете плохо рубать ляхов, то все пойдете в хиену охненную. А в 16-м вспомните эпоху религиозных войн в Западной Европе. Там все делилось не по национальному признаку, в принципе, не по государственному, по религиозному. 1648 год. В Европе только что закончилась 30-летняя война. Она началась по религиозной причине. Вот поэтому вопрос религиозный был первым. А уже к нему прицеплялось все остальное. Это действительно очень ощутимо. Давайте все-таки перенесемся в 1941 год. Год появления на экраны этой кинокартины. Ну, само по себе время, конечно, траматическое, если не сказать трагическое, примечательное время. Вот что за контекст появления этой кинокартины? Какие смыслы в нее были вложены? Ну, и какова была ее история уже в прокате? Савченко была странной историей, потому что предыдущие три картины Сталину, Савченковские, категорически не понравились, потому что Савченко хотел к некому артхаузу, говоря с лишним языком. И гармонии думы про Казака Голоту были слишком лиричные, слишком странные, даже немножко сновидческие для фильмов 30-х годов. А случайную встречу в мелодраму Сталин вообще хотел запретить, она ему резко не понравилась, но так, ладно, махнул рукой, и она вышла пятым экраном. Тем не менее, он прекрасно понимал, что перед ним какой-то иной, талантливый человек, а к иным, но талантливым, он испытывал влечение рода недуга, как к Пастернаку или к Булгакову. Вот. И начинал представляться им в образе некого кота, который может поиграться с ними, как с мышами. Ну, в том числе и он может мышь украсить короной. Главное, чтобы она ему служила. Вот, прекрасно понимаю, что на Украине два по-настоящему талантливых человека, и один Довженко, к которому у Сталина было сложное отношение, он решил второго приспособить для своих нужд. И Савченко, будучи человеком очень профессиональным, талантливым, который всегда делал смотрибельное кино, он здесь четко, абсолютно четко этот заказ выполнил. Сегодня этот фильм воспринимается, мною лично, как какое-то абсолютно дьявольское произведение, потому что это бесконечная радость войны и борьбы. Это, наверное, единственный фильм, где на войну идут как на праздник, как на великое счастье, но даже на кол садятся, как на великое счастье, с шутками и прибаутками. Не откажите нам, грешникам, перед смертью в просьбе. В России? Прикажите посадить нас на низкие колы. Почему на низкие? Почему? Так или иначе они выйдут через горы? Нет, ясновельможный пан, если мы будем сидеть на низких колах, то вам, ясновельможный гэтман, и вот всему вашему панству будет сподручнее целовать нас в голый зад. Главное, что смерть – это счастье, счастье – это борьба, и погибнуть ради Родины – это кайф, просто величайший кайф. Поэтому Жаров здесь пьет яд, даже когда ему вовсе не нужно пить яд, тем более, что сказали, яд медленного действия, но, как выяснилось, он очень быстрого действия. И он его приспокойно, значит, пьет, хотя самопожертвование, наверное, не самопожертвование, потому что это просто счастье быть убитым. Ради великого дела, ради великой Родины. И невероятная вздрюченность этого фильма, пафосность его, истеричность, я бы даже сказал, потому что здесь как склизкие гады истерики, это враги, так и слишком вздрюченные друзья, потому что они все время ощущают, что они как будто абсолютно пьяны на экране. И так и рвутся умереть. То есть даже немножко идиоты. Но именно поэтому фильм был встречен восторженно. Народу он страшно понравился. Он был награжден сталинской премией. Уже как только началась война, уже было не до премии, тем не менее он был награжден сталинской премией. Он шел и в начале войны, прекрасно тоже звал народ на борьбу с врагами. И, опять-таки, этот заказ, сталинский заказ продюсера Сталина был здесь выполнен идеально. Если бы не война, мы бы имели еще огромное количество подобных произведений. Разумеется, Кораничук, будучи, кстати, довольно крепким драматургом, который всегда умел писать, пускай дубовато, но крепко. То есть он смотрибельный был драматург, во всяком случае. Здесь, разумеется, наверняка не обращаясь к никакой истории, это и не нужно было, и опасно было. Он просто выполнил вот этот вот заказ за липухи, байды такой исторической, так, как полагалось. И все было совершенно великолепно. Значит, мы получили дикую, вздрюченную оперу, лишенную каких-либо исторических и просто драматургических мотивировок. Мне кажется, сложно с этим согласиться. Мне кажется, что все-таки этот фильм, если там лежит именно идея и идеология тогдашней историографии, это можно согласиться? Но с точки зрения того, что он историчен в плане каких-то деталей, то с этим как раз согласиться никак нельзя. Нет, с деталями как обстоят? Ну, допустим, битва под желтыми водами. Под желтые воды на первый бой, а там будем гнать пановляхов с Украины до самой вилы! В реальности это было многодневное отступление Шляхетского. С пушками, которые... Значит, там, во-первых, это шляхты, там была горская. Дело в том, что Вещи Посполитой не было большой постоянной армии. Она собиралась только, когда война начиналась. Было вот это кварчанное войско, так называемое, там 4-5 тысяч человек для охраны границ от татар. И вот и двинули навстречу казакам, потому что большую армию Потоцкий в считанные дни собрать не мог. Собственно, восстание застигло Речь Посполитую совершенно врасплох. Во-вторых, значит, с ними были реестровые казаки, которые после... Просто все перешли на сторону Хмельницкого. После этого войско это превратилось, вообще там стало мизерным. Значит, оно отбивалось, создало полевые укрепления, выкопали они, и отбивались от казаков почти две недели. Было заключено даже временное перемирие, был там обмен заложниками. И когда уже последние там уже кавалеристы даже украинского происхождения православные переметнулись, уже тогда это добили этих, значит, оставшихся там поляков. И сколько, кстати, пушек показывают там в этой битве, столько пушек, наверное, не было во всей польской армии, потому что с артиллерией всегда у них были проблемы. Артиллерия требовала, как в московском государстве, централизованной системы больших средств. В Речи Посполитой, конечно, таких средств не было. И все вот эти там истории с засадным полком в лесу, значит, с подсыланием казака, это все совершеннейшая историческая легенда. Выход один. Пойти кому-нибудь к Ляхан-Табр, будто случайно в плен попасть, и там под пытками показать, что вся конница нашей и татары не в этом лесу, а там. Вот тогда Ляхи обязательно поставят большую часть пушек на тот лес. Ну, а мы ударим спины и отрежем пушки. Давайте все-таки вот к истории сейчас, последнее. Вот мне нужна какая-то такая завершающая прорисовка. А чем закончилось действительно восстание Богдана Хмельницкого, и каковы были политические итоги, большие политические итоги вот этой заварушки под названием Хмельничина? На самом деле все закончилось достаточно большой трагедией украинского народа, потому что правобережная Украина, Подоле и прочее, была просто... Начиная даже с восстания, собственно, уже запустела, потому что там неистовали все, ну, особенно крымские орды, просто не случайно на любережье часть населения уходила, просто спасаясь. Кончилось все достаточно печально. Вы знаете, тут вот есть коллеги, которые занимаются историей Польши, Украины, для них ведь этот вопрос, это вопрос, вот могла ли возникнуть государственность. Или не могла. Для меня, то, что она возникала, это несомненно, сейчас используют термин, там, казацкое государство, раннее государственное образование и прочее, несомненно, там это присутствовало. Хотя до степени все-таки суверенитета не дошло. А главная причина, мне-то кажется, вот как историку, это то, что элита украинская, а настоящая элита была в 16 веке по целому ряду причин, ну, что называется, выбита, потому что шел процесс полонизации, смены религии и прочее. Казаки, старшина, главным образом, стала претендовать на эту роль, роль элиты. И она, конечно, на эту роль, как мне кажется, оказалась недостаточно, не способна выполнить эту важную функцию, возглавить. Потому что, когда начинается это массовое движение, эгоизм выразился в том, что они стали-стали захватывать маятности, там, выгнанные шляхты, так сказать, и прочее, прочее. или когда с Москвой заключают договор, в марте приезжает посольство в 54-го года, что они, прежде всего, просят? Подтвердить их владение. Естественно, помещище Москва подтверждает все это дело. И вот неразвитость, недоразвитость приводит к тому, что вот эта элита все время пытается прислониться. Ведь посмотрите, что делает Богдан Хмельницкий. Он ищет, кому прислониться сначала, и прислонился, используя Крым, Турцию. Потом у него возник проект, потому что монархический проект возникает, использовать Молдавию, Тимошу, брак и прочее, прочее. И возникает легенда, что он там в 16 век, по-моему, с родом Богданов, связан, якобы. Это же некие такие монархические попознавления вот этого рода Хмельницких очень смешные. Ну что, я не знаю, вот по поводу итогов, последствий, какое-то у меня такое нервное ощущение, что эта история еще не закончилась. Но как бы эта история дышит. Вот что я сейчас ощутил, что есть какое-то внутреннее дыхание у этой истории 17 века. Это дыхание, ощутимое в сегодняшнем дне. Не только в исторические полоборота, а можно сказать лицом к лицу. Не знаю, вот такое вот у меня сложное, непростое ощущение от сегодняшней дискуссии. Ну что ж, спасибо вам. Напоминаю, что в студии были писатель, историк Наталья Петрова, специалист по польской, украинской истории Кирилл Кочегаров, специалист по русской истории 17 века Игорь Андреев и киновед Александр Шпагин. Дорогие друзья, ждем вас снова в нашем кинозале. Смотрим историю на экране, обсуждаем ее со знатоками, и идем по истории своим собственным путем. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ